Ирина Кудряшова. Непутёвая. Март выдался хотя и снежным, но довольно тёплым для первого весеннего месяца, когда в средней полосе по-прежнему ещё зима считает себя полноправной хозяйкой. Вера неспешно брела с работы по хорошо знакомому с детства скверу. Снег уже местами подтаял, и кое-где блестели проталины. А главное, в воздухе уже пахло весной. И это время года женщина особенно любила, потому что предвещало оно ей потепление и наступление лета. Была пятница, и освободилась Вера на работе на час раньше, сокращённый день. Впереди выходные, и торопиться ей некуда. Неделя выдалась напряжённая, но в ближайшие два дня она сможет как следует отдохнуть. Выспаться, переделать все домашние дела, навестить приятельницу. Выходные Вера всегда любила, да и кто их не любит. И только по пятницам она позволяла себе прогуляться с работы пешком, да и то, когда погода располагала. Сегодня вот был именно такой день. Дождь совсем недавно закончился. Как часто раньше они в этот сквер бегали с подружками. Ведь в районе этом Вера провела всю жизнь. Родилась здесь, выросла. Здесь и дом её, и школа за углом. Даже институт, который она когда-то закончила, находился в пешей доступности от дома. Вот и на работу она чаще ходила пешком, редко пользовалась общественным транспортом. И район свой Вера любила всем сердцем. А по этой аллее они когда-то прогуливались с подругами, одевались понаряднее и чинно так выхаживали туда-сюда. А ну, как парни обратят на них внимание. Сейчас об этом Вере смешно было вспоминать. Но тогда они себе казались такими взрослыми и красивыми. В старших классах в этот сквер она ходила с Витей. Встречались они, правда, совсем недолго. Расстались ещё до выпускных экзаменов. Но вспоминать об этом Вере было всё равно приятно. А вон за тем огромным дубом, которому, наверное, не меньше ста лет, стояла лавочка. Её совсем не видно, с какой стороны ни смотри. Это было их с подружками тайное место. Сколько часов они просиживали там, болтая без умолку. Вере захотелось вдруг проверить, цела ли та скамейка. И она завернула за дуб. Каково же было удивление, когда увидела она на ней плачущую девушку. И, конечно же, пройти мимо она не смогла. Вечер, холодно. Видно, как девушка замёрзла. Кутается вон в куртку и скукожилась вся. Да и стряслось у неё явно что-то. А людям Вера привыкла помогать. Приблизившись к скамейке, она присела рядом с девушкой и поинтересовалась. «Чего ж ты плачешь? Обидел кто?» Девушка посмотрела на неё полными слёз глазами, но ничего не сказала, лишь помотала головой. «А почему ты сидишь тут одна так поздно? Вот и стемнело уже. В это время небезопасно оставаться в сквере». Вера знала, о чём говорит. Днём, возможно, это и было культурным местом отдыха жителей города. Но вечером, вечером здесь собиралось всякое хулиганьё, и выпивали они нередко, а в таком состоянии мало ли на что они способны были. Вместо ответа девушка только ещё сильнее расплакалась, спрятав лицо в покрасневшие от холода руки. И тут Вера заметила, что куртка её неестественно натянута на животе. «Да ты ещё и беременна!» – всплеснула она руками. «И мёрзнешь тут, простудить ведь можешь и себя, и ребёнка. Живёшь-то далеко отсюда!» И снова девушка потрясла головой. «Недалеко или идти тебе некуда?» – уточнила Вера. Какой же несчастной казалась ей в тот момент бедняжка. Сердце кровью обливалось, глядя на неё. Видно точно горе, какое у неё приключилось. И без внимания её тут оставить никак нельзя. Ещё глупостей натворит. «Ну вот что!» «Вставай-ка!» – взяла Вера девушку под руку и потянула вверх. «Не хочешь рассказывать?» «Не надо. Но и тут я тебя не оставлю. Пойдём ко мне. Я здесь рядом живу. Попьёшь чайку, да обогреешься». Девушка сначала явно сопротивлялась, но в какой-то момент сникла и позволила себя увезти из сквера. К тому времени уже и Вера подмёрзла, хоть и одета была гораздо теплее бедняжки. И всю дорогу девушка молчала и всхлипывала. Но и Вера больше с расспросами не лезла. «Да ты промокла вся!» Испугалась женщина, когда помогала девушке снимать верхнюю одежду. Видно, долго она просидела под мокрым снегом, а потом под дождём. «Отправляйся-ка ты в ванную. Снимай с тебя всё и грейся под горячим душем. А сухие вещи я тебе занесу». Одежду девушки Вера развесила сушиться, и пока была та в ванной, на скорую руку приготовила ужин. «Согрелась?» С улыбкой встретила Вера девушку. «Да, спасибо», – впервые заговорила она. «Ну и хорошо, садись к столу, ужинать будем да чай пить. Тебя как звать-то?» «Вика, а меня Вера Павловна, или по-простому тётя Вера, как тебе удобнее?» На нехитрый ужин Вика буквально набросилась. «Это ж как нужно проголодаться!» И тарелка её опустела в два счёта. Тогда Вера положила ей добавки и налила горячего чаю. «Тебе ночевать-то есть где?» Только и спросила она. А Вика снова заплакала и не сразу смогла говорить. «Мне некуда идти». «Как так? Совсем некуда?» – удивилась Вера. «Где-то же ты жила? Или ты приезжая?» «Да, то есть не совсем», – тряхнула Вика головой. «В этом городе я уже почти два года живу, а приехала сюда поступать в институт. Поступила, и мне дали общежитие. И тут её словно прорвало, и рассказывала она путанно и торопливо. Но история её вскоре стала Вере понятна. Приехала Вика поступать, а на втором курсе познакомилась с парнем со старшего курса. Ну и уговорил он её переехать жить к нему, вместо того, чтобы мыкаться по общежитиям. Сам он был местный, значит, и жил отдельно от родителей в собственной квартире. «Конечно, я согласилась», – шмыгнула Вика носом. «Да и он был таким классным! А квартира у него просто шикарная, трёхкомнатная, большая. Он жениться обещал, как закончит учёбу». Вика замолчала, но Вера терпеливо ждала продолжения, не торопила её. Понятное дело, что конец у этой истории был печальный. А иначе, что бедняжка делала вечером в сквере одна? А потом я забеременела. Игорь этому не обрадовался, когда рассказала ему. Сказал, что я должна избавиться от ребёнка, что не нужен он нам так рано. Что ж, Вера не стала осуждать студента за подобные мысли. Однако думать о последствиях следовало раньше, пока не стало поздно. Я согласилась и пошла в больницу. А когда сдала все анализы, врачи сказали, что аборт мне делать нельзя. Что есть риск, что потом я больше не смогу иметь детей. И с сердцем тоже что-то не то. Ещё и поэтому. Ну и... Я решила оставить ребёнка. Игорь сначала ничего не говорил, пока у меня не начал расти живот. Потом ворчать стал всё чаще. А сегодня утром мы с ним сильно поссорились, и он меня прогнал. Снова расплакалась Вика. Идти мне некуда. Подруг у меня не осталось. В общагу не пустят. А вся родня далеко отсюда. Ну хватит, хватит слёзы лить, строго велела Вера. Вредно это и тебе, и малышу. Давай ложиться спать, а завтра мы что-нибудь придумаем. Ночью она долго не могла уснуть, всё думала. В непростой ситуации оказалась Вика. И хоть она вере никто, но не может пройти мимо её горя. На утро Вера предложила гостья. Оставайся, Вика, у меня. Поживи пока. А малыш родится, найдёшь работу. Снимешь комнату. Глядишь, и парень твой образумится. Вера думала, что придётся уговаривать девушку. Но та неожиданно быстро согласилась. Наверное, деваться ей и правда было некуда. Ну и ей так будет веселее. А то всё одна да одна. Личная жизнь у Веры не сложилась. Теперь уже, когда вовсю шёл пятый десяток, она могла сказать об этом с уверенностью. Была в её жизни и любовь, от которой с годами не осталось и следа. Пять лет она встречалась с мужчиной, который, будучи взрослым, продолжал жить по маминой указке. Таких ещё принято называть маменькиными сынками. Мама то, мама сё. Не сразу Вера поняла, что своего мнения у него вовсе и нет. Вот и предложения от него она так и не дождалась. Видно, мама не разрешала его делать. В конечном счёте Вере это надоело, и они расстались. А что, если бы она тогда настояла на том, чтобы он женился на ней? Тогда сейчас у неё была бы семья, ребёнок. Если дочка, то была бы она примерно одного возраста с Викой. Какая тогда у Веры была бы жизнь? Нет, на судьбу она не сетовала. Видно, доля её такая – прожить жизнь в одиночестве. Но и не думать не могла о том, а что, если бы… В первый же день, когда Вика согласилась остаться жить у Веры, завела она с девушкой разговор о её родителях. И на простой вопрос Вика ответила как-то сухо. «Мама умерла, когда мне было пять лет. Растил меня только отец. Пить начал всё сильнее. А потом и вовсе спился, квартиру пропил и сейчас бомжует». Вера поняла, что говорить на эту тему Вике неприятно и больше не заводила таких разговоров. Так и стали жить Вера с Викой вместе. Не все, правда, понимали это правильно. Не раз замечала Вера, как косятся на неё соседи. Но ожилиться её не заговаривали. И на том спасибо. Подруга повела себя несколько иначе. «Ты с ума сошла? Пустила к себе в дом совершенно чужого человека. Что ты знаешь о ней?» – высказывала она Вере. «Достаточно, чтобы не относиться к ней как к посторонней», – рассмеялась Вера. «А если она мошенница какая, вынесет вот у тебя всю квартиру?» «Не смеши меня, у меня и брать-то нечего. Да и с Викой мне веселее». Так и было на самом деле. И не только веселее. Вика помогала Вере во всём. Убиралась в квартире, так что та блестела. Ходила по магазинам, готовила. Порой даже Вера ей высказывала. «Вика, тебе нельзя так надрываться. Ты мне ничего не должна, и тебе нужно больше отдыхать». «Да я хоть так отблагодарю вас за вашу доброту», – отвечала Вика. «Я бы и больше сделала для вас, но не знаю, что». «Больше точно не нужно. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Как прошёл приём у врача?» «Нормально прошёл», – пожимала Вика плечами. «И чувствую себя нормально», – врач сказал, что с ребёнком всё хорошо. «Не нравился Вере настрой Вики. Безрадостный какой-то. Разве так нужно ждать появления на свет новой жизни? Да ещё и будучи той, кто даст ей эту новую жизнь?» «Пора заняться приданным для малыша», – завела Вера разговор на важную тему. «Через два месяца тебе рожать, а у нас ещё ничего нет. Ни кроватки, ни коляски». «Не нужно покупать что-то заранее. Примета плохая», – отмахнулась Вика. «А я в приметы не верю», – парировала Вера. «Зря вы всё это, не нужно, правда?», – Вика пыталась её отговорить. «Да как же не нужно-то? Малышу много чего потребуется, и за один день всё это купить не получится. Значит, позаботиться об этом нужно заранее». «Ничего не надо», – стояла Вика на своём. Но Вера её не слушала, потихоньку собирала малышу необходимое. Покупала пелёнки, распашонки, подгузники, ползунки. Старалась ничего не забыть, хоть и никогда раньше этим не занималась. Она даже зарегистрировалась на специальном форуме для молодых мам, где и черпала информацию. Вика участия в приготовлениях к родам не принимала. Вера списывала всё на неловкость, которую испытывала девушка перед ней. Да она и сама отлично справлялась. Собрала она и всё необходимое для выписки ребёнка из роддома. В середине мая, рано утром, у Вики начались схватки. Срок рожать подошёл, и всё шло по плану. Вера вызвала скорую помощь, и к вечеру Вика родила здорового мальчика. «Счастье-то какое!», – хвалилась Вера подруге по телефону. «Настоящий богатырь родился на четыре пятьсот, представляешь? Как же хочется поскорее его увидеть!» «Радуешься, как будто у тебя внук родился!», – ворчала подруга. «Повесила себе ермо на шею и ходит довольная. Не понимаю я тебя, Верка!» Зато сама себя она отлично понимала. У неё в жизни теперь появилась цель, и она уже не считала себя никому не нужной. На следующий после рода в день Вера собрала целый пакет разных вкусностей и отправилась навестить Вику в роддоме. Но вместо встречи ждал её там неприятный сюрприз. «Так нет её, роженицы вашей!», – сообщила ей работница больницы. «Как нет? Она же только вчера родила! Куда же она подевалась?», – растерялась Вера. «Сбежала она! Написала отказную от сына и была такова!» От известия этого Вера даже на время потеряла дар речи. «Как же так? Не зря выходит Вика, уговаривала её ничего не предпринимать, не готовиться к рождению малыша. Получается, она уже давно для себя всё решила. Но как она могла? И почему ей ничего не сказала? А что же теперь будет с малышом?», – растерянно смотрела Вера на женщину, принесшую дурную весть. «А что с ним будет? То же, что и со всеми отказниками. Дом малютки ему теперь станет домом. Ну, а там, может, семья какая заберёт да воспитает. Ну, а если нет, то государство его вырастет!» «А что же делать?» «А вы ей кто, простите?» – поинтересовалась женщина. «Я?» «Никто?» Знакомая. «Ну так идите домой, женщина! Вы к этому ребёнку не имеете никакого отношения!» «Как же так!» «Имеет!» «И ещё какое!» Ведь она так ждала его появления на свет, мечтала заботиться о нём, любить. А теперь что же получается? Что Вика одним махом перечеркнула все её мечты? Не придумав ничего лучше, Вера отправилась в институт, где когда-то училась Вика. «Скворцова?» «Да, была у нас такая. В академическом отпуске она!» – сообщили ей в деканате. «Это я знаю, а не подскажете, откуда она приехала в этот город?» Пришлось уговаривать секретаршу, чтобы дала ей эту информацию. Но узнала Вера и то, что приехала Вика с отцом. Он сам лично устраивал её в общежитие, прежде чем вернуться в родной город. Уговорила она секретаршу и адрес, по которому была прописана Вика, дать. «А вы поговорите с её соседкой по комнате?» – подсказала девушка. «Уж она точно больше меня знает!» Вера так и сделала – навестила бывшую соседку Вики. «Ну да, отец с ней приезжал», – рассказала девушка. «Приличный такой мужчина, симпатичный даже!» «А разве он не пьянчушка?» – удивилась Вера, вспомнив Викин рассказ. «Нет, конечно!» – даже возмутилась соседка по комнате. «Говорю же, приличный, и сразу видно, что в кармане его деньги водятся. Уж я-то в этом понимаю толк!» – самодовольно добавила. «Он и пожил в городе какое-то время, пока Вика не поступила в институт, а потом домой уехал и деньги присылал ей каждый месяц!» Выходит, и тут Вика её обманула. «Но зачем?» «Зачем про своего родного отца она говорила столько нелицеприятного?» «А парня, с которым Вика встречалась, ты знаешь?» – поинтересовалась Вера. «Игорька-то?» «Знаю, конечно!» «Частенько к нам заходил!» – охотно кивнула девушка. «А где живёт?» И это знала подруга Вики и поделилась информацией с Верой. И следующим этапом поисков стала квартира этого самого Игоря, бывшего парня Вики. Музыку она услышала ещё с первого этажа, и дверь в квартиру оказалась приоткрытой. Стучать Вера не стала, понимая, что в таком шуме никто этого даже и не услышит. Она просто вошла в квартиру, где было очень много народу. Кто-то танцевал, другие просто сидели на диване и потягивали из бокалов напитки. А в одном из кресел Вера увидела Вику. Она тоже что-то пила и обнимала парня, что сидел на подлокотнике. Вера не стала кричать, а просто приблизилась к паре. Когда Вика её заметила, в глазах её промелькнула непонятная искра. То ли стыд, то ли злость. И тут же девушка что-то быстро сказала парню на ухо, вскочила и за руку вывела Веру из квартиры. «Что вы тут делаете?» Спросила, когда оказались они в относительной тишине. «Тебя ищу, что же ещё?» «Зачем вы меня ищете?» – нахмурилась Вика. «Как ты могла бросить своего ребёнка?» В лоб поинтересовалась Вера. «А вам-то какое до этого дело?» – с вызовом ответила Вика. «Так Игорь захотел. Он сказал, что если я от сына откажусь, то мы снова сможем быть вместе». «И ты пошла у него на поводу?» «Викуля, опомнись! Это же твой родной сын! Он нуждается в тебе!» – принялась уговаривать её Вера. «Не лезьте не в своё дело, хорошо?» – грубо оборвала её девушка. «Вас это совершенно не касается, понятно?» «Вы мне помогли, за что я вам благодарна. На этом наши пути расходятся». Как ни старалась её Вера убедить, Вика её словно не слышала. Никакие доводы так и не смогли проникнуть в её душу, растрогать ту, заставить подумать о сыне. И уходила Вера, чуть не плача. Так ей было жалко брошенного малыша. Сердце кровью обливалось, как представляло его, сиротливо лежащим в больничной люльке и ждущим, когда придёт его мама, самый родной во всём мире человек. А маме он оказался совсем не нужен. Вера брела по улице и не понимала, куда идёт. Как и сколько она уже так идёт, не осознавала. И одна мысль не оставляла её. Ребёнка бросили его же родители. Оставили в роддоме, как ненужный балласт, а сами пьют и веселятся. И не могла она этого допустить. На этой мысли она снова отправилась в роддом. — Могу ли я усыновить малыша? — спросила Вера. — Да вы что? — возмутилась работница роддома. — Это же вам не игрушка в магазине. Думаете, это простая процедура? На днях за мальчиком приедут из службы опеки. За такими малышами, доношенными и здоровыми, целые очереди из бездетных родителей выстраиваются. А вы, насколько я понимаю, даже не замужем. Да и возраст ваш, уж извините, вряд ли позволит усыновлять ребёнка. И оттуда Вера ушла в ещё более подавленном состоянии. Всю ночь она ворочалась в кровати, не в силах уснуть. А под утро её осенила мысль. Ведь можно же встретиться с отцом Вики. У неё и адрес его есть. На следующий день Вера оформила на работе отпуск за свой счёт и поехала в родной город Вики. Без труда она нашла нужный дом. И вот уже звонит в квартиру, дверь которой выглядела очень прочной и новой. А когда открыл её привлекательный мужчина, примерно одного возраста с Верой, то она и внутренности квартиры сразу же оценила. На бомжатник это точно не походило. «Здравствуйте, вы из кварцов Евгений Викторович?» – уточнила Вера, чтобы уж знать наверняка. «Он самый!» – приветливо улыбнулся мужчина. «А вы?» – заинтересованно рассматривал он Веру. Даже неуютно ей стало под таким пристальным взглядом. «Я…» – у меня к вам серьёзный разговор. Речь пойдёт о вашей дочери. Ведь Вика ваша дочь?» На всякий случай уточнила она и это. «Вика?» «Да, она моя дочь. С ней всё в порядке?» Заметно переполошился мужчина, впуская Веру в квартиру. «С ней всё в порядке!» – кивнула она. «А вот с её сыном нет!» – невольно сжала кулаки, испытав прилив злости. Квартира, отремонтированная, с добротной мебелью. Этот Евгений Викторович даже отдалённо не смахивает на алкоголика. Выглядит очень даже интеллигентно. И сразу понятно, что у него есть деньги. С самого начала Вика ей бесстыдно врала. И теперь уже жалости к ней Вера не испытывала. А вот злость всё нарастала. «С сыном? Какой сын? Вы о чём?» Явно ничего не понимал мужчина. Но он не забыл о правилах приличия. Предложил Вере снять верхнюю одежду и пригласил пройти в гостиную. «Два дня назад ваша дочь родила мальчика. У вас появился внук. Вера специально сделала паузу, наблюдая за реакцией мужчины. На лице Евгения Викторовича эмоции сменяли одна другую. От изумления до сознания. И всё равно, даже потом читалось лёгкое неверие. Тогда Вера рассказала ему всё, что узнала сама когда-то от Вики. «Она сказала вам, что я спился?» Губы мужчины тронула растерянная улыбка. «Но я вообще не пью, даже по праздникам. И пьющих не люблю. Как ей такое только в голову пришло. Я и растил её один после смерти супруги». «Ваша дочь ещё и фантазёрка», – усмехнулась Вера, хоть и вся эта ситуация совершенно не казалась ей смешной. «Я ничего не знал. После первого курса Вика приезжала ко мне на каникулы, и всё у неё было замечательно, по её же словам. А на втором курсе я ездил к ней. Я ещё тогда не нашёл её в общежитии, но оказалось, что она оттуда съехала, что снимает с подругой на пару комнату. Вика сказала, что в общежитии ей жилось плохо, и они нашли недорогую комнату у какой-то старушки. Я ещё предложил ей тогда поискать квартиру. Не дело ютиться в одной комнате вдвоём, да ещё и с чужой хозяйкой. Что же, получается, что она меня обманывала?» Именно так и получается. В то время она жила со своим парнем и забеременела. Только вот ребёнок ему оказался не нужен, и он даже уговаривал Вику избавиться от него на раннем сроке. Но по медицинским показаниям она не смогла этого сделать. И вот за это её парень выставил тогда из своей квартиры и из своей жизни. «И до родов она жила у вас», – уточнил Евгений Викторович. «Да, жила у меня, и всё это время меня обманывала, собираясь отказаться от ребёнка», – кивнула женщина. Вера смягчила и тон, и настрой. Отец Вики выглядел таким потерянным в тот момент, что ей стало жалко его. О коварстве дочери он даже и не подозревал. «Получается, что когда я приезжал, дочка уже была беременна», – рассуждал он. «А я и не заметил. Да и останавливался я в гостинице, а с Викой встречался всего пару раз. Она мне про парня своего не рассказала», – поднял он на Веру глаза. «Я думал, что нет у неё никого, что не встретила пока. И потом мы часто с ней созванивались, и она меня уверяла, что всё у неё хорошо. А ведь тогда, получается, он её уже выгнал, и жила она у вас. Почему же она мне ничего не сказала?» Кажется, я догадываюсь, почему. Потому что уже тогда решила избавиться от ребёнка любым способом. «Но зачем врала мне? Боялась? Чего?» Вере в какой-то момент показалось, что мужчина её не слышит, полностью погрузившись в свои мысли. Шок, видно, оказался сильнее, чем она могла предполагать. «Что я узнаю о её беременности и разозлюсь, так я её и не ругал практически никогда, и не наказывал. Или ей просто стыдно было?» «Какая теперь разница, что думала Вика?» Громко проговорила Вера, приводя тем самым Евгения Викторовича в чувства. «Сейчас важно, как быть дальше, но ребёнка нельзя отдавать чужим людям или в дом малютки!» Строго добавила. «Вот что, сегодня уже поздно что-то предпринимать. Вы оставайтесь на ночь у меня, а завтра мы вместе поедем в ваш город, и я попытаюсь образумить Вику. Так и решили поступить, и эту ночь Вера уже смогла уснуть. Появилась надежда, что не всё так плохо, как ей казалось. На следующий день они отправились в путь, и как только прибыли в город, так сразу поехали на адрес парня Вики, не откладывая дело в долгий ящик. «Папа!» Таращилась на них сонная Вика, хоть уже и наступил полдень. В квартире просматривался жуткий бардак. Пахло застоялым табачным дымом и спиртными парами. Да и сама Вика выглядела, мягко говоря, помятой. «Кто там?» Раздался мужской голос из глубины квартиры. «Это ко мне!» Сразу же проснулась Вика и выскочила на лестничную площадку, запахивая на себе халат. «Пап, ты чего тут делаешь? Это вы притащили его сюда?» Тут же накинулась на Веру. «Вика, это ты что творишь?» Сурово поинтересовался Евгений Викторович. «И почему о внуке я узнаю от посторонних?» Вере показалось неудобным присутствовать при разговоре отца и дочери. Она извинилась и сказала Евгению Викторовичу, что подождет его на улице. И долго ждать ей не пришлось. Уже через десять минут он вышел к ней из подъезда и выглядел при этом сильно расстроенным. «Она и слышать ничего не хочет», – печально проговорил он. «Заладила, не нужен мне этот ребенок, и все тут. Как уж я не пытался уговорить ее забрать малыша, обещал помогать, заботиться о нем. Бесполезно. Она хочет быть с этим прохвостом, а ребенок ей мешает». Не сдержался он и сплюнул в сторону. «Но что-то нужно делать, пока мальчика не усыновили». Вера ничего не хотела больше слышать про Вику. В данный момент нужно было подумать прежде всего о ребенке. «Вы же ему родной дед, а значит, можете оформить опекунство», – подала она идею. «А ведь и правда», – заметно обрадовался Евгений Викторович. «Могу, и мне не должны в этом отказать. Прямо сейчас и займусь этим». Вместе они поехали в органы опеки, где им все популярно объяснили. Да, действительно, как родной дед, Евгений Викторович имел полное право забрать мальчика себе. Но для этого нужно было собрать еще кучу документов. Требовалось время. И это время его внук вынужденно пробудет в доме малютки. «Не беда, на работе я отпросился, сниму номер в гостинице и начну собирать документы». «Так зачем же гостиница? Это время вы можете пожить у меня, места точно хватит. И я помогу вам бегать по инстанциям, тем более, что у меня тоже отпуск», – предложила Вера. Колебался Евгений Викторович недолго. И в этот же день поселился у нее. Как известно, общие проблемы сближают людей. Все дни напролет Вера и Евгений Викторович проводили вместе. Простаивали в очередях, обивали пороги чиновников и медучреждений. Наспех перекусывали в какой-нибудь столовой и снова принимались за дело. Домой возвращались вечером и жутко уставшие. Но с каждым днем они приближались к благой цели. Все это делали они не ради себя, а ради брошенного матерью малыша. Еще они много разговаривали и узнавали друг друга лучше. И как-то так получилось, что все эти хлопоты сблизили их. Не сразу Вера поняла, что полюбила этого мужчину, хоть и не ждала она уже любви в ее-то возрасте. Понял это и Евгений Викторович, которого к тому времени Вера уже называла Женей и на «ты». И когда он уже практически собрал весь пакет документов, необходимых, чтобы оформить опекунство над внуком, в один из дней он сделал Вере предложение. «Выйти замуж?» – растерялась Вера. «Да, именно об этом я и прошу тебя». С улыбкой кивнул Женя. «Выходи за меня замуж». Припас он и кольцо, которое достал из кармана. Интерес его к себе Вера, конечно, замечала, но не думала, что он решится на такое. «Это несколько неожиданно», – колебалась она, однако кольцо на палец надеть позволило, и подошло оно ей идеально. «Соглашайся, да и у Сашки, – так они назвали мальчика, – будет настоящая полноценная семья, мы станем его любящими родителями». Этот аргумент и стал решительным для Веры. Наедине с собой она часто думала, что будет сильно скучать по малышу, когда дед увезет его в другой город, а если прибавить к этому еще и ее сердечную привязанность к этому самому деду, то выбора ей и не оставили. «Я согласна», – краснея, как девчонка, – вымолвила Вера. Сашу они забрали из дома малютки, а вскоре и зарегистрировали брак. В последнем вопросе обошлись без торжественности, сделали все по-тихому. Теперь им не составило труда усыновить ребенка и стать его родителями официально. Жить решили в городе Жене, где он занимал руководящую должность на крупном предприятии. Вере легче будет найти работу после декретного отпуска, нежели ему, равноценную. Да и ей было все равно, где жить с любимыми. А в Саше она с первого взгляда на него души не чаяла. Год они прожили душа в душу, не нарадуясь тому, что у них теперь есть самая настоящая семья. Саша рос смышленным мальчиком и рано пошел. В год он уже умел говорить несколько слов, и родители считали это признаком чуть ли не гениальности. Хотя на самом деле они его просто очень сильно любили и гордились каждым новым достижением. Как-то вечером в квартиру позвонили. Женя пошел открывать, а Вера в это время купала Сашу. Когда вышла она из ванной, держа на руках завернутого в полотенце распаренного карапуза, в гостиной увидела Вику. Так и замерла, прижимая ребенка к себе, что есть силы. «Это мой сын?» – рассматривала Вика малыша. «Это наш с Верой сын», – поправил ее отец. «Напомнить тебе, что ты тогда мне наговорила?» «Не начинай, пап!» – отмахнулась Вика. «Не ты его родил и не она!» – не совсем вежливо ткнула она пальцем в Веру. «Как его зовут?» «Сашкой», – ответил ей отец. Вера не могла прийти в себя от растерянности. И с каждой минутой переживала она все сильнее. Вот и руки уже устали держать Сашу, но и отпустить его она не могла. «Это ее сын, а не той женщины, что смотрела сейчас на них». «Да не бойтесь вы, не за ним я приехала», – успокоила их Вика. «А зачем же?» – поинтересовался отец. «Чтобы начать новую жизнь», – пожала она плечами. «Надоело все». «Что именно ей надоело?» – она так и не сказала. Женя предложил дочери остаться у них, но она отказалась. В глубине души Вера только порадовалась этому. Вика сказала, что уже сняла квартиру и активно занимается поисками работы. «Хочу хоть чего-то добиться в этой жизни, а то и жизнью-то это можно назвать с натяжкой. Но мне бы денег, пап, на первое время». Когда Вика ушла, Вере стало немного стыдно, что так сухо вела себя с ней. Она извинилась за это перед мужем. «А разве она достойна другого отношения?» – ответил тогда он. «Ведь и сейчас ей ребенок не нужен». Что правда, то правда. И это Вера успела прочитать в глазах Вики. Она порадовалась, конечно, что мальчик в надежных руках, но даже не обняла его, не поцеловала. «Какая она после этого мать?» «Ушла и ушла. Пора ей уже повзрослеть», – успокоил Веру Женя. «Деньги она от меня получила в последний раз, и она это поняла. Так что пусть сама теперь устраивает свою жизнь». Еще через три года Вера с Женей узнали, что Вика вышла замуж и уехала с мужем за границу. Она сама позвонила отцу и сообщила эту новость. Все эти три года они не виделись, и, позвонив, она не сообщила своего нового адреса. Сказала только, что все у нее хорошо. Саша рос, и совсем скоро ему предстояло пойти в первый класс. Дед, который заменил ему отца, усиленно занимался с ним, готовя мальчика к школе. Вместе они учились читать и считать, и ребенок делал видимые успехи, все схватывал на лету. Когда Саше исполнилось шесть лет, снова приехала Вика, и на этот раз настроена она была совсем иначе. «Я забираю у вас сына?» – заявила она, едва успела войти в квартиру. «С какой это стати?» – возмутился Женя. «И какой он тебе сын?» Сашу отправили играть в его комнату, чтобы всего этого он не слышал. В шесть лет ребенок уже многое в состоянии понять, а вот выводы он может сделать самые неожиданные и чаще неправильные. Травмировать детскую психику родители не хотели, как и того, чтобы он знал, кто его настоящая мать. Когда-нибудь они сами расскажут ему правду, но тогда уже он повзрослеет, и понять ему всех будет гораздо легче. «А кто же он? Сын, конечно, ведь это я его родила!» «Родить дело нехитрое!» – внушал дочери отец. «А вот вырастить, воспитать! Ты оказалась неспособна на это, и никакая ты ему не мать!» «А вот и мать! У нас с мужем нет детей, и он хочет усыновить Сашку!» «Не бывать этому!» – твердо заявила Вера. «А это мы еще посмотрим!» – с усмешкой взглянула на нее Вика. «Суд всегда на стороне матери!» Вера тогда с ужасом подумала, что Вика и правда может обратиться в суд и отнять у них с Женей сына. Как муж не пытался ее переубедить, как не внушал, что вряд ли у дочери что-то получится, она не могла не думать о плохом. И все это ужасно ее расстраивало. Как и то, что на этот раз Вика осталась у них, а не ушла на съемную квартиру или в гостиницу. И она грозилась рассказать все Саше. Больших трудов стоило Вере с Женей уговорить ее не делать этого, не ломать психику мальчику. Он слишком мал пока для этого. Вика жила у них уже несколько дней и временами предпринимала попытки общаться с сыном. Мальчик смотрел на нее волком, а она не могла подобрать нужных слов для него. Вера видела, что не умеет она общаться с детьми, что не нужен ей Саша. И тем более не понимала, зачем вообще она все это затеяла. А однажды ночью, совершенно случайно, Вера стала свидетельницей разговора Вики с кем-то по телефону. Не сразу она поняла, что говорит Вика с мужем. А когда уловила суть, то похолодела изнутри. Вере не спалось, и она вышла на кухню попить воды. Из-под двери ванной пробивался свет, и, проходя мимо, Вера услышала возбужденный голос Вики. Женщина не удержалась и прижалась ухом к двери. «Потерпи еще немного, дорогой, я все решаю. Они уже готовы сдаться и отдать мне мальчишку. Я буду не я, если не заполучу его». Повисла пауза, в течение которой Вера даже дышать боялась. Ведь говорила Вика про ее Сашеньку, про любимого сыночка. «Я знаю, что он тебе очень нужен и делаю все возможное. Будь моя воля, плюнула бы уже на все и уехала. Нафиг мне-то он сдался. Но ради тебя, ты ведь знаешь, любимый, я на все готова. И даже привезти тебе моего сына на тарелочке с голубой каемочкой». Усмехнулась она. «Надо будет, выкраду у них ребенка, если и дальше станут кочевряжиться». Дальше Вера слушать не стала. Тихо прокралась обратно в спальню и разбудила мужа. «Женя, твоя дочь замыслила что-то нехорошее». И она пересказала подслушанный разговор. «Саша, зачем-то нужен ее мужу, и у меня плохие предчувствия». «Раз такое дело, значит, нужно действовать быстро. Завтра же утром вы с Сашей уедете на время», – сказал Женя. «И пока вас тут не будет, я со всем разберусь». Рано утром Вера и Саша уехали в ближайший поселок за городом. Там они сняли домик и схоронились на время. Когда проснулась Вика, отец ей сообщил об отъезде жены и сына. Сказал, что Вере на работе досталась горящая путевка в санаторий, что такой отдых пойдет ребенку на пользу. И путевка настолько горящая, что даже с ней они попрощаться не успели. «А когда они вернутся?» – поинтересовалась дочь. «Недели через две не раньше, так что к твоему вопросу мы сможем вернуться позже», – спокойно ответил ей Женя. «Твою мать!» – совершенно не по-женски выругалась Вика и начала набирать чей-то номер, скрывшись в своей комнате и закрыв за собой дверь. И к этому Женя был готов. Ее разговор с мужем он записал на диктофон. «Да не волнуйся ты так! Узнаю я, куда они смотались. Выпытаю у отца, где этот санаторий. Поеду и заберу пацана. Не переживай, дорогой, уже на следующей неделе мы к тебе приедем». И все в том же духе. Из разговора Женя отчетливо понял, что сын его дочери не нужен, но зачем-то срочно потребовался ее мужу. Предчувствие Веру не обманули, и дело тут попахивало криминалом. И у него в голове не укладывалось, что из его милой и очаровательной дочурки мог вырасти настоящий монстр. А назвать никак иначе такую мать не получалось. Для решения этого вопроса и чтобы докопаться до правды, Женя вынужден был обратиться в полицию. Использовать официальные каналы не стал, а попросил во всем разобраться неофициально своего приятеля, что работал в полиции. Правда стала известна буквально на следующий день. Через оператора сотовой связи удалось выяснить, кому звонила Вика. Муж ее оказался рецидивистом, который несколько лет находился в розыске. Все это время он скрывался за границей. В тот же день иностранные коллеги и задержали его. А у отца с дочерью состоялся серьезный разговор. «Ты хоть знала, с кем живешь, Вика?» И он рассказал ей правду о муже. «И что? Мало ли кто не оступается в этой жизни!» Ответила она. «Да ты соображаешь, что говоришь!» Возмутился отец. «Уже несколько лет он в бегах, а ищет его полиция, чтобы наказать за преступления. Ты понимаешь, с кем жила все эти годы? С преступником!» «Да мне плевать! А из-за тебя и твоей жены у меня теперь нет мужа!» Окрысилась на него дочь. «И кто вас только просил совать нос не в свои дела?» «А ты когда-нибудь интересовалась, для чего ему был нужен твой сын?» «А какая разница?» «Большая Вика, большая разница!» Перебил ее отец. «Твоего сына он хотел продать, и пока еще мы не выяснили для чего, но уже нетрудно догадаться». Сам Женя даже думать спокойно об этом не мог, а свою дочь ему впервые в жизни хотелось больно ударить. «При нем нашли документы на продажу ребенка. Твоего сына! Хотя какая ты, Саша, мать!» «Мне все равно!» Заявила Вика. «А мой муж теперь из-за вас будет гнить в тюрьме!» «Там ему и место под лицу!» Только и сказал Женя, понимая, что разговаривать с ней и дальше бесполезно. Здорово она тогда разозлила отца, распошел он на крайние меры. Попросил он своего приятеля полицейского припугнуть Вику, что привлекут ее за соучастие. Только тогда удалось получить от нее обещание, что никогда больше она не появится в их жизни и ни словом не заикнется, что является биологической матерью Саши. Решение такое далось Жене непросто. За дочь он переживал, как и не переставал любить ее. Но ради спокойствия жены и сына готов был пойти на подобную жертву. А дочери его настало время научиться отвечать за свои поступки и понять, что можно делать, а чего нельзя категорически. И главной задачей Жени отныне стало вырастить из сына достойного человека, воспитать его лучше, чем когда-то воспитал дочь. «Вер, а может уедем в другой город?» предложил как-то жене Женя. «Тяжко мне тут, все напоминает о Вике и о том, что она чуть не натворила». «А знаешь, ведь и мне тоже...» обрадовалась Вера. «Я и сама хотела тебе предложить это, но не знала, как ты к этому отнесешься». Так они и решились на переезд в другой город. И достойную работу Женя нашел очень быстро. А Саша уже в новом городе пошел в первый класс. И городок, который находился далеко от родного, был довольно милым и уютным. Верит Жене, он сразу понравился, а у Саши очень быстро появились новые друзья. Женя не забыл и про дочь и не вычеркнул ее из жизни. За ее судьбой он тайно следил по своим секретным каналам. Через несколько лет они с Верой узнали, что Вика снова вышла замуж. Навел информацию Женя и о ее новом муже, который оказался достойным хорошим человеком, чистым перед законом и искренне влюбленным в его непутевую дочь. Хотя был старше нее на десять лет. И рядом с ним Вика становилась другой. А еще через год она родила дочку, и ее как будто подменили. Та женщина, что когда-то бросила в роддоме своего новорожденного сына и много лет вела беспорядочную жизнь, в своей маленькой дочурке души не чаяла. Она буквально растворялась в ней и втроем они с мужем и дочерью были счастливы по-настоящему, как и Женя с Верой и Сашкой. И такие перемены в жизни дочери наконец-то принесли в жизнь отца покой и утешение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok